так всем привет ранее меня конечно просили записать по поводу того что будет с рублем его курс его дальнейшее развитие или не развитие и вообще что стоит ожидать сегодня довольно таки философский видеоролик потому что как вы знаете деньги должны работать то есть они не должны засиживаться и если мы говорим про ситуацию на данный момент время то я считаю что это хорошая возможность купить значит непосредственно доллар за те рубли которые у вас есть если вы не делали этого после 24 февраля когда курс просто исторически взлетел да то есть вернее курс доллара взлетела курс рубля упал естественно то есть рубль обрушился если мы будем говорить про перспективы то понятное дело что график нам диктуют такие правила что когда россия начинала какие-либо войны то с курсом было всегда что-то не так это естественно влияло на экономику россии естественно продукты дорожали тогда и там подобное то есть жить становилось все хуже и хуже то есть в экономическом плане и и сейчас стоит отметить что если вы имеете возможность купить доллар до 100 рублей потому что курс довольно таки разные то у вас есть возможность эти непосредственно доллары цифровые если тем более в цифре вы покупаете перенести на usdt можно сделать это с помощью без чинжа и естественно купить там децентрализованный токен дай если вы хотите хранить но я не вижу смысла хранить доллар хочу напомнить что да это вообще криптовалюта которая децентрализована в отличие от usdt тизера который может заблокировать ваш счет и в особенности вы знаете что украина выступает за то чтобы соответственно российские айпишники блокировались тизером и так далее но она также выступает прежде всего против депутатов которые непосредственно замешанная и стоят на самом деле ближе к путину ближе к правительству и которые на самом деле сидят в верхах и которые есть санкционном списке но тем не менее также и были в принципе на самом деле тоже разговоры о том что вообще стоит сблокировать всех россиян но это как и в случае с биржей бинанс вы все знаете эту биржу если что ссылка на нее реферальная будет в описании так вот тоже ходили разговоры о том что будут блокировать российских пользователей пока этого нету нового visa mastercard например там уже не работает так вот что мы можем сказать то что действительно здесь вы можете купить usdt и usdc но лучше покупать дай если вы покупаете usdt это хороший в принципе вариант для краткосрочной перспективы потому что вы можете завести его на биржу и практически к usdt любая криптовалюта из 18 тысяч которые есть на рынке криптовалюты сейчас она торгуется и тем самым вы можете инвестировать поэтому это принципе такая тактика которая она беспроигрышно то есть деньги должны работать и при этом вы инвестируете в перспективные проекты если мы говорим про глобальные проекты это понятное дело bitcoin это понятное дело эфириум о эфириума как ни крути все-таки имеется инфляция больше чем у биткоина у биткоина инфляции меньше потому что каждые четыре года у него холдинг и добыча его становится просто нетерпно и плюс у него максимальная миссия это 21 миллион монет поэтому мы приходим к выводу что те кто покупают биткоины они покупают их на долгосрок и естественно они защищены от инфляции а биткоин служит как средство сохранения не только денежной массы но и и при умножении потому что даже если вы купите доллар с долларом тоже может быть довольно таки плохие штуки потому что его печатают и в отличие от биткойна который напечатать просто невозможно свыше 21 миллиона доллар подвержен инфляции просто практически нереально поэтому здесь мы с вами делаем вывод что если вы покупаете доллары и хотите чтобы они работали вы переводите их биткойны это такой вариант который самый реальный если мы говорим про график про то что у нас вообще с долларом сейчас то понятное дело что это хорошая возможность сейчас купить его по дешевке если мы говорим про цифру то есть если говорим про best change то есть там можно найти довольно таки хороший курс приблизительные к этому ну плюс минус 10 5 процентов и а следственно сделать покупку если мы говорим про дальнейшее падение будет ли дальше падать доллар я считаю что доллар дальше может они конечно упасть но уже незначительно то есть в основном большая часть падения уже произошла и это на самом деле хорошая скидка если мы говорим про биткоин то конечно же падение перспективе то возможно она и будет но на самом деле там 50 возможно рублей за доллар может и быть но опять таки не думая что это состоит потому что для этого нужно и произвещение для этого нужно просто восстановление экономики россии вообще восстановление россии в целом если мы говорим про биткоин вы например купили сейчас доллары все у вас в цифре есть есть или и здесь и или другой стейбл куин который вы считаете нужным надежным то по биткоину у нас еще пока что восходящий канал держится но тем не менее мы гуляем боковике у нас диапазон 48-42 тысячи долларов соответственно здесь bitcoin нам рисует боковик и этом течение некоторого времени выход за этот диапазон будет нам диктовать непосредственно дальнейшие условия рынка либо снижение либо уже повышение я считаю что bitcoin сейчас покупать пока что рановато то есть нужно посмотреть что будет ситуацией и по пробою одного из с новых диапазонов уже принимать решение о покупке тем не менее если мы говорим про долгосрок то биткоин сейчас даже если вы купите то не ошибетесь потому что 42 тысячи долларов за биткоин тогда как он стоил 69 эта скидка у нас получается в размере сейчас скажу в размере 38 процентов то есть получается что по скидке мы получили и доллар по 37 процентов до минус 37 процентов и bitcoin по 38 процентов таким образом должен довольно таки неплохо поэтому такие вот мысли считаю что деньги должны работать если вы просто купите доллар это одно а если вы купите конечно то что будет приносить вам прибыль или будет скажем так защищать от инфляции прежде всего потому что это нужно это необходимо сейчас если вы ищете реальный инструмент то это конечно же биткоин кстати через бы с чем даже рублями можно сразу перекинуть непосредственно ваши деньги в биткоин не вижу даже в этом проблем это даже куда лучше чем покупка и usdt но покупка usdt это в том случае если вы думаете что дальше будет конечно падение пока что я не вижу никакой критической ситуации которая бы указывала на этом считаю что пока что у нас биткоин ведет себя довольно таки неплохо и считаю что здесь еще развитие событий там коррекции боковики вполне возможно то есть в рамках того что биткоин будет гулять около 38 тысяч долларов около 40 это нормально для биткоина сейчас его грубо говоря усыпь усыпили и сейчас ждут дальнейших действий что будет в мире грубо говоря то что как вы видите меры полностью переделывается после 24 февраля то есть того мира до 24 февраля уже нету всем дачу всем пока и до встречи